Рад всех приветствовать дорогие друзья, с вами Тямыч и сегодня я, как и обещал, запишу ролик по поводу того, как исправить наиболее часто встречаемые технические проблемы игры Эликс. Таких проблем будет в этом ролике три, потому что они, собственно говоря, больше всего им спрашивают и жалуются пользователи, которые играют в игру. Итак, собственно говоря, давайте начнем сразу с этих проблем. Итак, на данный момент сейчас самая популярная проблема, с которыми сталкиваются игроки Эликса, это проблема с сохранениями. У многих людей сохранения либо вообще не появляются, да, либо сейвы, которые сохраняются, потом пропадают. Основная причина этой проблемы заключается в том, что в большинстве своем у этих самых людей в локальном профиле прописано название самого профиля кириллицей. Само собой, игра не воспринимает нормально, если ваш профиль написан кириллицей. То есть в этом случае вам надо создать новую учетную запись с полностью латинскими буквами. Либо есть иной вариант, просто-напросто указать другой путь для сейвов. Чтобы это сделать, нам надо провести следующие манипуляции. А, кстати, все советы вы можете найти сами в руководствах игры, зайдя в Steam и выбрав вкладку «Советы и руководство сообщества». Там все есть. Итак, чтобы у вас не было проблем с сохранением, проделаем следующие манипуляции. Для этого нам надо найти директорию с установленной игрой. Я сейчас буду говорить про Steam-версию лицензионную игры. Если у вас, соответственно, не Steam-версия или пиратская версия, то, соответственно, мучайтесь сами. Не поддержали разработчиков, не купили игру, скачали на торрентах. Собственно говоря, позор вам и решайте свои проблемы самостоятельно. А для тех, кто добропорядочно купил лицензионную версию в Steam, то делайте так, как я, собственно говоря, в этом видео говорю. Итак, находим директорию с установленной игрой. В моем случае, например, это D-Steam-Library-Steam-Maps-Common-Alex. Далее нам надо зайти в папку Data, папка Inni, и в этом самом разделе, в этой самой папке Inni, заходим в File-Mounted Packet.xml. Открываем ее тем же блокнотом, самым обычным. И здесь нам надо найти строчку, которая начинается с префикса Folder. Фолдер, вот это вот. Нам здесь интересует последняя строка, Physical Path и так далее. Именно эта строка отвечает за то место, где будут сохранюшки от Эликса. И, как я уже говорил, у подавляющего большинства, скорее всего, в данном пути имя профиля, имя учетной записи стоит кириллицей, либо с какими-то неизвестными символами. Если это так, то, как я уже говорил, либо делаете новую учетку, либо здесь, в выделенной зоне, стираете то, что написано, и, соответственно, задаете новый путь. На вашем жестком диске. Это может быть абсолютно любое место. Самое главное, чтобы в данной территории также не было русских букв и вообще кириллицей, чтобы все было на английском, да, там, либо на латынице. Например, вы можете заместо вот этой вот надписи, да, вы можете ее вырезать и вставить путь игры, например, да. То есть вот этот вот путь копируете за место выделенного с сохранением кавычек и сохраняете файл. Таким образом, у вас здесь в корневой директории появится еще одна папка с сохранениями. Можете выбрать абсолютно произвольное место там на различном любом диске, то есть разницы не будет. Самое главное, вписать данный путь, где будут сейвы, вот сюда, в значение Physical Path. Все, сохраняем сам файл и будет нам счастье, у нас будут работать сохранюшки. Все, с этой проблемой вы, собственно говоря, больше не столкнетесь. Итак, следующая, вторая проблема, с которой чаще всего сталкиваются пользователи Эликса, это мерцающая вода, либо вода, которая светится каким-то розовым свечением. Тоже довольно многих это бесит, и вариантов решения тут опять же два. Первый вариант предположения заключается в том, что у вас либо устаревшая видеокарта, либо старые драйвера. Тогда в этом случае либо обновляйте драйвера вашей видеокарты на более новые, либо меняйте саму видеокарту. Если же вы этого делать не хотите, есть временное решение с данной проблемой. Но оно довольно радикальное. Дело в том, что если вы пойдете по второму пути, то, соответственно, визуально воды в игре не будет. То есть от слова совсем. Вот, но будет анимация движения, собственно говоря, воды по земле. Конечно, будет немного неестественно, но, по крайней мере, вот этот вот эффект мигающей, мерцающей воды, он пропадет, что уже неплохо. Итак, чтобы это сделать, открываем папку, опять же, в территории с игрой, Эликс. Сейчас проходим по уже знакомому нам пути, дата, ини. И здесь нам надо открыть два файла, config.default и config.default.new. Соответственно, показываю только на примере config.default, потому что на config.default.new делаем то же самое. Открываем блокнотом, ищем в поиске значение. Ocean Material равно. Находим, и вот здесь, да, в найденном значении мы просто-напросто стираем данное значение, да, WT Ocean 1 XMAT. Просто-напросто, и оставляем пустые кавычки, всё. Сохраняем файл, и заходим в игру, там видим то, что, как бы, теперь воды, в принципе, нету, и, собственно говоря, самого мерцания тоже там нет. Но, как я сказал, это временное решение, вполне возможно, что разработчики с ближайшим патчем исправят эту проблему. Ну и третья проблема, скорее всего, это даже не проблема, а, скажем так, такой лайфхак-фишка для тех, кто хочет, например, играть в игру с абсолютно любой озвучкой и с любыми субтитрами. То есть, допустим, кого-то не устраивает английская озвучка, кто-то хочет с немецкой, родной, поиграть. Тогда делаем следующее. Заходим в нашу библиотеку, находим списки игр Alex, ищем вкладку язык и выбираем любой другой на выбор. То есть, допустим, мы хотим немецкую озвучку, кроме английской. Жмём Deutsch, немецкий. Соответственно, потом ждём, пока в Стиме загрузятся файлы для немецкой озвучки. После того, как эти файлы загрузятся, переходим в знакомую нам папку INI, которая находится, опять же, по пути Steam Library, Steam Maps, Common, Alex, Data, INI. Открываем знакомый нам уже тоже файл config.default через блокнот, и здесь ищем следующую строку, которая называется language voice language равно. Но, опять же, можем это найти по поиску. Итак, как мы видим, изначально стоит language voice language English, ну, потому что я поставил обычную стандартную версию с английской озвучкой и русскими субтитрами. Значит, как только Steam докачает немецкую озвучку, здесь, соответственно, будет написано не English, а German. Так вот, оставляем данный вариант как было, а вот в субтитл language, за место German пишем Russian, то есть, как тут. То есть, когда Steam докачает немецкую версию, у вас в данном конфиге будет написано voice language German и субтитл language тоже German. Удаляем и субтитл language German и прописываем Russian, сохраняем файл. Все, после этого мы, собственно говоря, получаем немецкую версию, да, с немецкой озвучкой и русским интерфейсом и субтитрами. Единственным минусом в этом будет то, что русские субтитры все-таки изначально приспособлены для английской версии, а на немецкой версии субтитры будут проходить довольно быстро и вы можете не успевать за чтением того, о чем говорят герои игры. Ну вот, в принципе, и все. Мы посмотрели все необходимые технические вопросы и аспекты, с которыми столкнулись большинство игроков, ибо данные три технические проблемы — это самые, скажем так, спрашиваемые сообществом на данный момент. Я вам показал решение этих проблем, надеюсь, они вам пригодятся. Ну что же, с вами был Тиамыч, приятной игры. Я надеюсь, что после этого вопросов, касающихся каких-то технических проблем, технических аспектов, по Аликсу, будет намного-намного меньше. Надеюсь, я вам помог. Если данное видео оказалось вам полезным, то, соответственно, ставим лайки, подписываемся на канал, и тогда вы мне сделаете очень большое одолжение. Что же, с вами был Тиамыч, всем спасибо и пока. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok